Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Призвали ускориться. Городские власти недовольны тем, как управляющие компании убирают лед. От уютных двориков до Большого сквера. В Куйбышевском районе Самары в этом году преобразятся сразу несколько территорий. Подвиг, сохраненный на века. В феврале в Самаре установят мемориальные доски в память об участниках Великой Отечественной войны. Воспоминания, житейская мудрость и ирония над собой. Олег Белов представил моноспектакль «Я верю». От пятилетних новичков до семидесятилетних ветеранов в Самаре прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Уборка города от наледи стала главной темой еженедельного рабочего совещания в городской администрации. Главы районных администраций и муниципальных предприятий отчитались о этой работе. Городские власти отмечают у жителей много нареканий к управляющим компаниям, к очистке дворов и внутриквартальных дорог. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить эту работу. Что ждет безответственных коммунальщиков, расскажем в следующем сюжете. Дорога к дому без наледи и тротуары, вычищенные до асфальта. Дворники трех домов на Запорожской стараются. Правда, есть небольшой нюанс. Такое старание они проявили только после того, как накануне глава Самары Елена Лапушкина побывала здесь и раскритиковала их работу. Жители подтверждают, коммунальщики могли бы трудиться и лучше. У меня дочь живет тут недалеко на Адыбенко 120. У них там лучше, чем обстоит дело, чем у нас. Сегодня спасибо. Работа полноценная, чистая. И во всем квартале, что в 33-м доме, что в 37-м, что рядом 33-й, весь дом убрали. Спасибо. Ежедневно спецтехнику предоставляет не только управляющая компания, но и районная администрация. Только в одном советском районе на работу выходят до 32 машин и 300 дворников. Но и этого порой не хватает. Поэтому по плану в первую очередь убирают дороги к детским садам, школам и поликлиникам. Затем переходят к адресам, о которых пишут жители. Работаем с социальными сетями, а также по общественной приемной, куда поступает непосредственно обращение. А также информацию доводят нам управляющие микрорайонов совместно со старшими по домам. Этому вопросу особое внимание уделили и на еженедельном совещании в мэрии. Главы районных администраций и муниципальных предприятий отчитались об уборке города от снега и наледи. Глава Самары категорично недовольна темпами этой работы. С начала зимы травмы из-за наледи получили больше 3000 человек. Есть претензии к расчистке крыш. 94 кровли остаются заснеженными. 17 из них потенциально опасны. Прошу, вот в течение этой недели совместно с районами, инспекторами, все-таки проверить полностью территорию районов. Я понимаю, что мы все красиво отчитываемся, а вопросов наверняка гораздо больше. И на следующий понедельник на оперативное совещание, тогда по итогам работы административной комиссии, знаете, два месяца. Я бы хотел, чтобы эта информация нас привела в ступор. И вот не должен остаться ни один тротуар, ни один дворовый проезд квартальный, УДС неочищенный, где могли бы люди получить травму. За некачественную уборку управляющие компании наказывают рублем. Так, только на Куйбышевское ПЖРТ уже наложен штраф на полмиллиона рублей. Отдельно на совещании обсудили ситуацию с набережной. На выходных грязный снег свалили на пляж, что возмутило горожан. Елена Лапушкина потребовала от руководства муниципального предприятия объяснений. Внутренние, сама территория мы никогда не обрабатываем, никакой химией, никакими ПССами, только в крайнем случае, когда образуется лед. Поэтому все, что там находится, там, в принципе, чистый снег. Никакой это не чистый снег. Вы видели это все в соцсетях. В данный момент, да. То, что произошло, недопустимо. Сброс снега на Волгу в Самаре под запретом еще с 1998 года. Глава города Елена Лапушкина поручила в ближайшее время вывести весь снег на полигоны. А руководителю административно-технической инспекции проконтролировать исполнение поручения. Андрей Горгуленко, Лариса Шлафас, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Сквер с фонтаном и дворы, обустроенные для детей всех возрастов. Этим летом сразу несколько территорий в Куйбышевском районе Самары будут приведены в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Изучила проекты и пообщалась с жителями глава города Елена Лапушкина. Каких изменений ждут горожане в репортаже нашей съемочной группы. Стихийный каток в центре двора 108-го дома по Белорусской – дело привычное. Из-за рельефа здесь регулярно образуется большая лужа. Но уже летом эта проблема будет решена. Двор отремонтируют по программе формирования комфортной городской среды. Землю выровняют, обустроят детскую площадку, отремонтируют проезды и подрежут аварийные деревья. С проектом ремонта познакомилась глава Самары Елена Лапушкина. Жители отмечают – грядущие перемены актуальны. «В нашем доме много детей. У нас сейчас вообще дом обновился. Очень много молодых семей с детьми. В этом доме тоже. То есть детская площадка востребована? Детская площадка востребована, да, она нужна». А вот во дворе домов по улице 40 лет пионерии и Пугачевскому тракту детских игровых площадок хватает. Зато нет спортивных. Также жители просят отремонтировать дороги во дворе, контейнерную площадку и установить освещение. «Мы сейчас будем с администрацией решать. Немножечко нам здесь немножко планировка не нравится. Но это текущие моменты». Во время объезда Хубышевского района глава города посмотрела и сквер речняков, который тоже приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь будут и детские, и спортивные площадки. Хорошо сквер будет оснащен и технически. Будет работать фонтан. В зоне отдыха около него можно будет подключиться к Wi-Fi. Установят и систему видеонаблюдения. Заборы и строения в сквере покрасят в речной тематике. С лодками, якорями и волнами. Отремонтируют и фасады соседних жилых домов. По озеленению здесь будет гидропосев. Везде будет гидропосев. А автополив делаем? Автополив однозначно, да. Везде автополив. Все работы начнут летом. Жители района собираются ежедневно контролировать их ход. А глава Самары Елена Лапушкина пообещала, что приедет на открытие преображенных мест. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре берутся за сложнейшие хирургические операции. Теперь опухоль головного мозга можно прооперировать в регионе. Благодаря разработке ученых медицинского института системы Автоплан. Это своего рода навигация для врачей. С помощью специальной маленькой камеры хирурги работают уже не вслепую. Насколько важна новая разработка, расскажет Мария Левина. Опухоль головного мозга – это одна из самых сложных медицинских операций. Еще пару лет назад пациентов с таким диагнозом отправляли в Москву и Санкт-Петербург. В регионе за это не брались. Все изменилось с появлением системы Автоплан. Это своего рода навигация для врачей. С помощью камеры хирург видит место, которое ему нужно прооперировать. Из-за того, что врач работает не вслепую, сокращается время операции и кровопотеря у пациента. Без нее четко выйти на опухоли с точностью до сотых дали миллиметра, потому что глубины опухоли, как в данном случае, хирург не визуализирует. То есть он работает как бы вслепую, наводя хирургический инструментарий, делая доступ, ориентируясь как раз на систему навигации. Авторы проекта – самарские ученые. Работать над ним начали в 2016-м. За все время тестов многофункциональный комплекс успешно зарекомендовал себя в областных больницах. С помощью системы «Автоплан» только в онкодиспансере провели порядка 100 операций, всего же по области 900. В прошлом году система «Автоплан» была официально зарегистрирована. Сердце навигации – это, конечно же, ее камера, потому что она несравнима ни с конкурентами, она уникальна. Она уникальна тем, что она работает на оптическом инфраклассном третинге, она как раз и позволяет проводить навигацию. Разработкой заинтересовались зарубежные медики из Франции и Германии. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Накануне Дня защитника Отечества в Самаре увековечат имена участников Великой Отечественной войны. В Октябрьском и Ленинском районах установят мемориальные доски с QR-кодами. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Увековечить подвиг в камне. В конце февраля в Самаре откроют мемориальные доски с именами героев Великой Отечественной войны. Их установят на фасадах домов, в которых проживали командир воздушно-десантной дивизии Иван Никитич Конев, летчик-испытатель первого класса Константин Константинович Рыков и командир отделения гвардейского стрелкового полка Виктор Павлович Синельников. Представители городских властей уже разработали эскизы совместно с художниками и родственниками героев. Отработали и шрифт, и размещение звезды Героя Советского Союза. Отдали членам комиссии по увековечиванию, нашим историкам-криведам, чтобы они посмотрели на текстовую составляющую. Мемориальные доски должны появиться и на фасаде школы номер 161. В военные годы в Красноглинском районе Самары располагалось первое военно-пехотное училище, из стен которого выпустились 10 героев Советского Союза. Мы просто создаем картину, большую картину героев нашей Самарской области. Герой – это символ эпохи, символ своего полка, своей части, вида вооруженных сил. По словам главы города Елены Лапушкиной, эта инициатива должна найти отклик в сердцах горожан. Тема, которую мы сегодня с вами обсуждали, она никого не оставляет равнодушным, поэтому такое отношение трепетное. Я надеюсь, что оно сохранится для нас, для наших поколений навсегда. Рядом с мемориальными досками, которые установят в Октябрьском и Ленинском районах города, появятся и специальные QR-коды для мобильных телефонов. С их помощью местные жители смогут узнать подробную информацию о жизни и великом подвиге соотечественников. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Цветы, подарки и теплые поздравления. Сегодня свой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной Елизавета Николаевна Трибунская. Ее поздравили представители местного самоуправления, районного совета ветеранов и юнормейцы. К ним присоединился и наш корреспондент. Сегодня участнику Великой Отечественной войны Елизавете Николаевне Трибунской исполнилось 95 лет. На фронт она ушла добровольцем со второго курса университета. Выучилась на медсестру, работала в прифронтовом госпитале, прошла всю войну, дошла до Польши и Чехии. Вспоминать о том периоде не любит. Рассказать о минувшем просит сына. Прифронтовая полоса, госпитали, брезентовые палатки. Как мама рассказывала, это бомбежки мистер Шмидтов, которые стреляли. И бомбили эшелоны. Было много операций, не хватало медикаментов. И все, она на своих плечах, девичьих. Сегодня в квартире Елизавета Николаевна многолюдна. Ей передают поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора области Дмитрия Азарова. От главы города Елены Лапушкиной и районной администрации. У нас традиция. Поздравляем всех ветеранов. Во-первых, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. Мы рады тому, что у нас на территории нашего района зарегистрированы даже ветераны, перешагнувшие 100-летний рубеж. Елизавете Николаевне вручили подарки и цветы. А представители района и администрации пообещали помочь с приобретением коляски, чтобы ветеран смогла выходить на улицу. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. О войне через песни. В Самаре прошла творческая встреча вокальных ансамблей с жителями поселка Управленческий. В Доме культуры рассказали об истории создания и жизни военных песен. Слово мэрии Елчан. Вера Кожакина играет на аккордеоне с 8 лет. Последние 23 года женщина руководит ансамблем «Россиянка» в Доме культуры «Чайка». Мама Веры в 17 лет ушла на фронт добровольцем, поэтому военные песни в их доме звучали часто. И всю жизнь это моя профессия. Петь, развлекать, показывать то, что жизнь наша очень хорошая, красивая и надо ее беречь. Благодаря проекту «История Великой Отечественной войны» в песнях жители города узнают истории их создания. Старшее поколение страшные годы войны помнят отчетливо. А поделиться воспоминаниями с младшими помогут фронтовые песни, уверенные организаторы. «Темная ночь» приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из любимых песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Вот эти песни, они как-то лишний раз, хотя мы не забываем своих родственников, но лишний раз они нам напоминают о наших предках, которые принесли нам эту победу, которые подарили нам эту мирную жизнь. Сейчас Самарский дворец ветеранов совместно с Домом культуры «Чайка» готовит отчетный концерт к 75-летию победы. В репертуар войдут все самые известные песни военных лет. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре изменили маршруты двух трамваев номер 24К и 25. Трамвай номер 24К теперь ходит от Костромского переулка до стадиона Самара-Арена. По данному маршруту пустили четыре трамвая большого класса. В маршрут трамвая номер 25 добавили заезд к Самара-Арене на прямом и обратном направлениях от Барбошиной поляны до Беземянской ТЭЦ. По данному направлению пустили 10 трамваев особо большого класса. В Самаре появится несколько велосипедных дорожек. Сейчас маршрут разрабатывает региональный Минтранс. Дорожки обустроят на крупных городских магистралях. Они появятся на улице Новосадовой, Московском, Волжском и Красногридском шоссе. Сейчас в городе мало мест, где могут комфортно передвигаться велосипедисты. Дорожки есть только на набережной и около стадиона Самара-Арена. Также велодорожки сделали на отдельных участках Московского шоссе. Планируют организовать их и на Ракитовском шоссе. С 30 мая в расписание Самарского аэропорта Курумыч будет добавлен прямой регулярный рейс по маршруту Самара-Тиват-Черногория. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам. Время вылета из Самары – 7.20. Из Тивата вылет запланирован на 10.45. Местного времени продолжительность полета – 4 часа 25 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах Аэрбас-320. В Самарской области установили стоимость путевок в детские лагеря. Это необходимо, чтобы спланировать затраты областного бюджета на организацию отдыха сирот и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также из казны будут выделять деньги на частичную оплату путевок для других ребят. Скидка составит 50-60%. Итак, стоимость трехнедельного отдыха в загородном лагере круглосуточного пребывания, расположенном в Самарской области, должна быть не более 16-17 тысяч рублей. Путевки в специализированные лагеря, например, военно-спортивные, будут стоить чуть больше – 20 тысяч рублей. Отдых в санатории обойдется дороже – около 25 тысяч рублей. В Самаре с 1 апреля перекроют улицу Мичурина. Это связано с ремонтом проезжей части. Работа закончится только к октябрю. На них запланировано 346 миллионов рублей. Деньги уже выделены. Особое внимание уделят устройству парковок для местных жителей и сотрудников ближайших офисов. Также предусмотрено строительство правых поворотных полос в районе улиц Осипенко и Клинической. В Самарском театре драмы – премьера новой постановки. Спектакль-монолог Олега Белова «Я верю». В нем актер рассказывает историю своей жизни, раскрывает тайны театральной кухни и рассказывает, как пережил тяжелые удары судьбы. В зрительном зале на премьерном спектакле удалось побывать и нашей съемочной группе. Вот мы шли, новый спектакль появился. Мы думали, сейчас придем, здесь будут декорации, выйдет масса актеров в таких шикарных костюмах. А тут выходит Белов и начинает что-то говорить. И что, он вот так все время и будет говорить полтора часа? Да, я так и буду все время говорить. Вот так, полтора часа. Но я верю, что вам будет интересно. Спектакль в модном сейчас направлении – стори-теллинг. Или, если по-русски, монолог обращения – невыдуманные истории из жизни. Именно так начинает свое представление народный артист Самарской области Олег Белов. Актер, переживший инсульт, рассказывает о своей жизни, где трагическое перемешивается с комическим. Драматические и трогательные моменты сменяются театральными анекдотами и рассказами об актерских ляпах. Собрать воспоминания и выстроить из них законченное произведение помогал друг актера, драматург Герман Греков. Я ему говорю, я говорю, Гер, ты представляешь, я тут начал с тобой вспоминать, какая, оказывается, у меня жизнь интересная была. На что он мне сказал, он говорит, Олег, хочешь, ты секрет откроешь? Ты знаешь, что у любого человека жизнь безумно интересна, если начать ее рассматривать подробно. Вот мне кажется, вот это, это как бы повод для любого оглянуться на всю свою жизнь. Над текстом, наполненным личными воспоминаниями актера, житейской мудростью и иронией над собой, Олег и Герман работали около месяца, а репетировали и еще меньше, потому что, как признается актер, большую часть текста он знает уже давно. И он приехал всего на пять дней. И я это все учил, ну как учил, мне говорят, ты успеешь выучить? Я говорю, а что мне учить? Мне там учить-то только вот германовские образы, так не хотел. Он говорит, ну скажешь своими словами. Я говорю, не, Герман, мне так хочется, вот ты так вкусно это написал. Сначала Олег Белов скептически относился к этой идее, думая, что история его жизни не будет интересна широкой публике. Но самарский зритель по достоинству оценил новое представление. На своем пример он показывает, что в жизни действительно возможно вот все, вот вообще все, пока в это веришь. И он учит этому нас, зрителей. Конечно, то, что передал Олег, несмотря на вот все события, которые произошли в его жизни, это потрясающе. То есть я тут немножко все вспомнила и поплакала, и посмеялись. То есть человек, прошедший вот этот путь, полон жизни, он мотивирует, вдохновляет. Моноспектакль «Я верю» включен в основной репертуар драмтеатра. И теперь все самарские любители театра смогут познакомиться с удивительной жизнью Олега Белова. А сейчас я хочу вам сказать, и очень хочу, чтобы вы мне поверили. Поверьте, все будет хорошо. Я это знаю точно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Одну тонну блинов испекут для самарцев на Масленицу. Общегородской праздник пройдет 1 марта на площади Куйбышева. На сцене выступят лучшие творческие коллективы города. Запланирована большая игровая программа. Конкурсы песен и частушек, традиционные забавы, бой на подушках и перетягивание каната. В пяти павильонах представят выставки старинных костюмов, самоваров, откроются фотозоны. Также можно будет научиться традиционным видам рукоделия. Росписи по глине, кожеплетению, валянию из шерсти. С представлениями выступит театр кукол. С 24 февраля на площади откроется выставка мастеров. Заявки на участие уже подали 140 ремесленников со всей области. В центре площади установят 9-метровую куклу-маслену. Рядом с ней разместят работу участников первого городского конкурса на лучшее оформление главной масленичной куклы. Положение конкурса размещено на сайте администрации города. В средствах массовой информации будет жюри рассматривать. Все конкурсные работы представлены именно 1 марта на площади Куйбышева. Малыши и взрослые, любители и профессионалы. На лыжню спорткомплекса «Чайка» в поселке Управленческий вышли все поклонники зимнего вида спорта. На старте были замечены даже маскоты – символы спортивных клубов Самарской области. Лыжня России 2020 объединила всех жителей региона. Сергей Кизоркин на финише встречал победителей. 9-летняя Вера Рощупкина лыжами занимается только на уроках физкультуры, но в этом году решила впервые выйти на соревнования, попробовать свои силы на всероссийском спортивном празднике «Лыжня России». Она, как и все любители, пробежала 2 километра. Я очень люблю этот спорт. Я на физкультуре тоже иногда с собой в класс лыжи беру, где на связи я катаюсь на лыжах. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится в 38-й раз, начиная с 1982 года. Это один из самых больших зимних спортивных праздников в стране. Традиционно «Лыжня России» проходит и в Самарской области, в различных городах и районах губернии. На старт выходит более 15 тысяч человек. И каждый год участников ждет сюрприз. В этом году новшество, что у нас все клубы представили свои талисманы. И талисманы бегут сегодня на лыжах. Не просто ходят, развлекают, а бегут на лыжах. Но посмотрим, когда бегут, не добегут. Поэтому они больше относятся к летним видам спорта. Но, тем не менее, на лыжах, надеюсь, что смогут добежать до финиша. Лыжный спорт с каждым годом набирает все большую популярность и среди самарцев. Им занимаются от мала до велика. И здоровы, и с ограниченными возможностями. Пятилетние дети в этом году бежали дистанцию 300 метров. Взрослые пенсионеры – 5 километров. Профессионалы замахнулись на десятку. Областная лыжня России по традиции ежегодно проходит на спорткомплексе «Чайка» в поселке Управленческий. Это великолепно, когда такое количество людей участвует в подобных мероприятиях. Поэтому показывает, насколько спортивный город у нас Самара. И насколько люди любят спорт и готовы отдаваться им. К сожалению, наш график мероприятий сместился. И мы не попали в общий старт по России. Но, тем не менее, то количество людей, которые сюда пришло, показывает о том, что никакие помехи не являются преградой для того, чтобы заниматься спортом. Лыжня России, по мнению участников гонки, это не только завоевание медалей и получение ценных призов. Это, в первую очередь, здоровый образ жизни и привлечение к физкультурному движению друзей и знакомых. Кроме того, отмечают организаторы, «Лыжня России» отлично дополняет национальный проект демографии, инициированный президентом Владимиром Путиным. А поддержка массового спорта – одна из задач, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. К 2024 году планируется, что каждый второй самарец будет заниматься физкультурным. Испортом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам! Увидимся! В Самаре ее знали как порядочного и светлого человека. Она любила людей, для каждого находила возможность помочь и при этом всегда была честной. Так отзываются в Самаре о Галине Светкиной, ушедшей из жизни в ночь на воскресенье 16 февраля. Почетный гражданин Самарской области, член региональной общественной палаты. Галина Дмитриевна родилась в 1948 году. В 1977 году стала секретарем исполнительного комитета Совета народных депутатов Советского района. С октября 2000 года занимала пост начальника Главного управления социальной защиты населения Самарской области. С января 2004 года ее назначили министром труда и социального развития. С июня 2005 года министром гуманитарного и социального развития Самарской области. С этой должности в 2006 году ушла на пенсию. Есть такое емкое и ясное определение человека «совестливый». Это про Галину Дмитриевну. Прощание пройдет в музее Алабина во вторник, 18 февраля с 9.30 до 12 часов.